Самыми распространенными заболеваниями в мире остаются сердечно-сосудистые. Однако сегодня, в свой профессиональный праздник, кардиологи Витновской районной клинической больницы продолжают трудиться на передовой, охраняя здоровье граждан от новой инфекции. Во всем мире размыто понятие кардиолог, травматолог, хирург, потому что с учетом эпидемической обстановки, с учетом пандемии, которая обрушилась на весь мир, мы все стали, можно сказать, инфекционистами. В обычный день кардиологическое отделение рассчитано на 65 мест. Здесь работает 9 врачей под руководством Дмитрия Орловского. За год в отделении проходит лечение около 2000 человек, а показания качества медицинской помощи с каждым годом улучшаются. У нас мечта, конечно, чтобы у нас в больнице появился ангиограф в дальнейшем, когда закончится вся эта ситуация с пандемией. Я надеюсь, что это в ближайшее время произойдет, и дальше мы получим новое развитие. Сегодня в Подмосковье установилась жаркая погода, которая будет держаться в ближайшее время. Чтобы не возникло проблем, врач советует избегать долгого пребывания на солнце и соблюдать меры профилактики для сохранения здоровья сердца. Те люди, которым назначены лекарственные препараты, они должны продолжать их принимать, следить за артериальным давлением, следить за питанием своим, именно с учетом погодных условий. То есть, это должна быть более легкая пища для организма. Физические нагрузки стараться все-таки распределять или в ранние утренние часы, или в вечернее время, когда не столь жарко. Если ранее назначенные лекарства не помогают, следует обратиться к врачу-терапевту, чтобы получить направление к узкому специалисту. Помощь сейчас оказывается, поликлиника открыта, поликлиника работает, но не в штатном режиме, но приближенная к штатному режиму, потому что сейчас открыт прием узких специалистов, в том числе и кардиологов. Последние месяцы работа врачей-кардиологов стала еще более трудной, однако они продолжают спасать жизни жителей Ленинского городского округа, за что мы их благодарим и поздравляем с профессиональным праздником. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.